Здравствуйте! С вами программа «Кто там?» и я, Вадим Верник. Сегодняшние наши герои свои первые шаги в профессии делают уверенно и напористо, хотя состоялись они, каждый в своем деле, во многом наперекор обстоятельствам. Денис Родькин был приглашен в Большой театр после окончания училища при театре танца «Гжель». И это уникальный случай для Большого. В Большом театре грандиозное событие. Знаменитый французский хореограф Пьер Лакот возобновил на исторической сцене Большого свой балет «Дочь фараона». Премьера состояла здесь в 2000 году. Потом спектакль показывали в Кремлевском дворце съезда. И вот теперь, после реконструкции театра, «Дочь фараона» вернулась на сцену Большого. Главную мужскую партию в сегодняшнем спектакле исполняет Денис Родькин, с которым в театре связывают большие надежды. Большого партию в сегодняшнем спектакле исполняет Денис Родькин. Он идеальный принц, идеальный характерный артист. Он может танцевать очень многие разные балеты. Его диапазон достаточно широк. Ну и просто он очень приятный, милый, молодой человек. Мама у меня учитель французского языка в общепрозавательной школе, но всю жизнь она мечтала стать балериной. И в какой-то мере она реализовала свою мечту во мне. А папа у меня работает на авиационном заводе. Что касается самолетов, это все можно узнать у него. Я никогда не мечтал стать артистом балета. Потому что какому мальчику может прийти в голову, прийти к маме и сказать, мама, я хочу быть артистом балета. Потому что меня это никак не увлекало. Пожалуй, мое самое любимое детское влечение – это был футбол. Мы с ребятами собирались во дворе и устраивали там сумасшедшие матчи. Но после того, как 15 лет я сломал ногу, я понял, что это не мое. И вот так сложилось то, что я поступил в хореографическое училище при Театре танца «Гжель». Это тоже в Москве. Я просто первый год ходил туда через силу, потому что мне было очень тяжело. Потому что выворачивать ноги, сидеть постоянно на шпагатах. Педагог моей маме сразу сказал, что у мальчика нет никаких данных, из него ничего не получится. Но моя мама опять же стояла на своем, и она понимала, что все получится. И как-то так сложилось, что через несколько, скажем так, уже не дней, а лет, мне это все понравилось. Сейчас, подождите. Сейчас, я просто чню. Как же мы делали-то? Сейчас. Я степом не занимался уже 12 лет, но мои ноги все еще что-то помнят. Я так понимаю, что это редкий случай, когда... Это очень редкий случай. Паши театр принимают из ансамбля «Гжель». Да, это очень редкий случай. Или, может, вообще единственный? Ну, может быть, и единственный, не знаю. Ну, как бы до меня такого... Из «Гжеля» никто туда не попадал. Произошло в сентябре 2009. Ребята, в того момент, ты видишь, я до сих пор терплю. Получилось так очень странно. В 2009 году, в сентябре месяце, в начале сезона, ко мне в класс пришло несколько молодых ребят. А какой-то мальчик вот ходил, 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 и в один из дней просто я просто его спросил. Он прыгнул, у него большой прыжок. Я спросил, откуда ты? И он сказал, вот меня взяли в этом году. Я руководство спросил тогдашнее, я говорю, а откуда, зачем? Что мне сказали? Что вот мы взяли из... Как бы есть школа при ансамбле «Гжель», вот его взяли для мебели, чтобы он ходил с пикой, и... Ну, потому что его рослые мальчики нужны. Я говорю, ну, посмотри, какой у него прыжок, говорю, очень хороший. Мне говорят, что, Коль, базы никакой, все равно ничего не получится, даже не берись. И я потом с ним пообщался, я узнал, что... Он учился как бы 8 лет. Естественно, это достаточно такое ненашенское образование, которое... База никакой, вообще, правда. Я с ним стал что-то учить с первой позиции, у станка. Ну, как бы, естественно, все экстерном, быстро, 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 быстро. И уже в конце сезона он сначала в училищном концерте, как студент танцевал «Голубую птицу» и «Спящая красавица», а потом уже и в спектакле «Большого театра» вышел в этой роли. Он семимильными шагами шел. Я тебя жду, вот здесь сделаю блеса, арабес, коронавирус. Жду, коронавирус. Да, Абрам, я все за тебя сделаю. Меня поразило в нем то, что он удивительно спокоен. И это спокойствие, это не безразличие. Это некоторая уверенность в себе, но она настолько глубокая, что помогает ему не теряться ни в каких ситуациях. Конечно, он только в начале пути. Конечно, это только эскизы, достаточно так, хорошие эскизы, но больших партий. Но вот это терпение и упорность, желание прорваться, вот это, наверное, очень хорошее, что у него есть. Герои твои, ну и сейчас, и в будущем. Это принцы, это влюбленность, это такая какая-то высокая материя. А тебе в жизни приходилось так всерьез влюбляться? Вот чтобы так всерьез, чтобы я потерял голову, такого, честно скажу, не было никогда. Может быть, это все еще впереди. И я думаю, что если я это испытаю на себе, вот эту сумасшедшую любовь, может быть, возможно, мне и какие-то роли, скажем, тот же принц Зигфрид, мне будет сделать намного легче, потому что я это в жизни почувствовал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ